МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. В студии Сергей Денцов. Сегодня мы расскажем. Потребности в плазме переболевших коронавирусом в Гродно снова на подъеме. Трансфузиологи призывают сдавать этот компонент крови для помощи тем, кто тяжело болеет сейчас. Спрос есть, интерес повышенный. В городе прошел очередной аукцион недвижимости. Некоторые лоты ушли с молотка за суммы в несколько раз больше начальной стоимости. В областном центре открылся пассажирский терминал Тринити. Куда и как отсюда можно уехать? Искусство единения. В фестивальном стартовал недельный арт-фест. Дело об упырях и вурдалаках в Гродницком драмтеатре презентуют новую постановку «Смерть Тарелкина». Кружки, секции и тематические дни. Как юные гродницы проведут весенние каникулы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А также ускорить выздоровление и восстановление. Довольно быстро выяснилось. Плазма переболевшего человека, у которого есть антителам, подходит для этих целей. Так появился глобальный призыв сдавать плазму. И хотя количество тех, кому этот способ помогает, не стопроцентно, если есть возможность помочь, ее надо использовать. Между первой и второй волной, когда заболеваемость снижалась, плазма перестала быть так необходима. А вторая более жесткая и тяжелая волна снова заставила врачей вернуться в том числе и к этому методу. В Гродно говорят, трансфузиологи снова нужна плазма переболевших COVID-19. Для этого нужно желание переболевшего человека. Потенциальные доноры – это все те, кто переболел коронавирусной инфекцией. То есть здесь уже доноры приходят, говорят о том, что они переболели уже на базе нашей станции. Мы уже проверим этих потенциальных доноров на наличие антител. И в случае, если эти антитела есть и нет каких-то медицинских противопоказаний для сдачи, мы с удовольствием примем у них плазму. На данный момент в Гродненском областном центре трансфузиологии хранится порядка 300 литров плазмы на карантинном хранении. Дело в том, что сразу после процедуры забора компонента крови использовать плазму нельзя. В ней могут содержаться вирусы и инфекции, которые еще не определяются лабораторно, но которые могут нести угрозу заражения для рецепиентов. Поэтому плазма должна отлежаться полгода. После донора приглашают для повторного анализа. Если все чисто, плазму пускают в работу. Этот процесс можно ускорить патогенредукцией. Это аппаратное уничтожение вирусов в плазме. Однако способ этот очень дорогой и не может применяться постоянно. Кроме того, накопление банка плазмы осложняется тем фактом, что далеко не всегда у переболевшего коронавирусом человека появляются антитела. В таком случае его плазма помочь не может. Впрочем, в Гродно есть самоотверженные доноры. Так, одна Гродненка уже сдавала плазму 15 раз. Всего плазму можно сдавать раз в две недели, пять раз подряд, после чего следует донорский перерыв длиной в месяц. Самой востребованной, к слову, является плазма первой и второй групп крови. Как и в случае со сдачей полноценной крови, для доноров плазмы существуют противопоказания. Возраст моложе 18 и старше 60, вес у дам менее 55 килограммов, у мужчин меньше 60, а также наличие хронических заболеваний, особенно в острой форме. При этом плазма не заменяет лечение, но является существенным подспорьем для медиков в борьбе с коронавирусом. К слову, по данным Министерства здравоохранения Беларуси, на вторник, 23 марта, в стране зарегистрированы 1046 пациентов с коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в стране с таким же диагнозом было зафиксировано более 312 тысяч человек. По данным ВОЗ, эффективным средством в борьбе с COVID-19 станет всеобщая вакцинация. В Гродно работники профессии повышенного риска, медики, педагоги, соцработники уже частично получили прививку и постепенно прививать в медицинских учреждениях начинают всех желающих. Ну а пока иммунный ответ на прививку не выработался, стоит по-прежнему соблюдать три правила борьбы с коронавирусом. Ношение маски в общественных местах, обработка и дезинфекция рук, ну а также социальная дистанция. В Гродно прошел очередной аукцион недвижимости. Здесь физические и юридические лица могут приобрести земельные участки в собственности или на правах аренды с целевым назначением или без условий. Кроме того, в последние месяцы желающих принять участие в аукционах становится все больше, что иногда влечет за собой довольно жаркие торги. В этот вторник на аукцион выставлялись земельные участки, в том числе с незавершенным строительством, помещение для заключения по ним договоров аренды, участок для строительства таунхаусов. Последний, расположенный в микрорайоне Заболоть, ушел к единственному на этот лод покупателю. Нашли своих временных хозяев и помещение в аренду. А вот земельные участки поторговались. Традиционно в этом году определенный интерес вызывают земельные участки в частную собственность. В таких микрорайонах, как Южный, Погораны, Кашевники. Сегодня определенный интерес был вызван земельный участок, который расположен в микрорайоне Баранович. Это земельный участок вдоль улиц Тарусевской и Вовжецкого. На данном аукционе состоялись аукционные торги. И стоимость земельного участка была превышена на аукционных торгах от начальной цены в несколько раз. Заявленная начальная стоимость этого лота была чуть больше 14 тысяч рублей. А в итоге, подорожав в ходе торгов более чем в 5,5 раз, участок площадью 8 соток был продан за 79 тысяч 400 рублей. Еще один земельный участок с незавершенным на ним строительством ушел с молотка, подорожав почти в 4 раза за 93 тысячи рублей. У тех, кто запланировал покупку земельного участка, есть две недели, чтобы подготовиться и подать заявку. 6 апреля состоится следующий аукцион, где заявлен один участок в частную собственность, два земельных участка с незавершенным строительством, земельный участок с правом аренды и три помещения для заключения договора аренды. Подробнее о лотах и правилах аукциона можно узнать на сайте Гродненского госполкома в соответствующей вкладке. В Гродно открылся пассажирский терминал Тринити. Он стал первым частным действующим в стране. Тут планируют ежедневное отправление автобусов и маршрутных такси в Минск, Брест, Лиду, Волковыск, Зельву и другие города Беларуси, а также после открытия границ в европейские страны и Россию. Уже открыты билетные кассы и зал ожидания. Как будет работать этот пассажирский терминал и поможет ли он разгрузить основные дорожные артерии Гродно, расскажем в следующем сюжете. Одно из самых популярных направлений маршрутного такси – Гродно-Минск. Поездки каждые 20 минут. По времени более чем удобно. А вот с местом посадки для многих жителей Гродно возникали некоторые сложности. ЖД-вокзал и автовокзал не так далеко находятся друг от друга, и для пассажиров Октябрьского района было не совсем комфортно туда добираться. Владимир Калиновский в транспортном деле более 15 лет преимущественно занимался грузовыми перевозками. Последние два года – пассажирскими. Его компания уже успела по достоинству оценить все преимущества открытия нового пассажирского терминала. Здесь на терминале установлена система, которая позволяет без участия человека проходить медицинский осмотр и осмотр механика. Водители имеют пластиковую карточку, которую он подносит к терминалу, сразу распознается. Там его паспортные данные, фотография, место работы. Водитель самостоятельно измеряет себе давление, что регистрируется этим аппаратом. Также он продувает так называемую трубочку. Здесь она немножко по-другому выглядит, но все-таки. И аппарат контролирует состояние водителя на алкогольное опьянение. Соответственно, выдает кассовый документ, который прикладывается к ключевому листу. Сейчас платформа нового терминала позволяет обслуживать одновременно 4 микроавтобуса. Потенциал пропускной способности планируется довести до 24 микроавтобусов в час. Этот пассажирский терминал – альтернатива государственным автовокзалам. Он стал первым частным работающим терминалом в стране. Несомненно, он позволит обеим сторонам улучшить качество обслуживания и даст людям право выбора. Преимущество для пассажиров в первую очередь – это Октябрьский район. Это более 60% населения живет здесь. Это молодые семьи. Это возможность не тратить свое время пути на автовокзал. Большое количество времени, расписаний и маршрутов, с которых они могут уехать. Добираться не нужно с автовокзалов, если они приезжают в вечернее время города, в вечернее время суток. Они здесь уже практически рядом со своим домом. А для перевозчиков это альтернатива того, что они могут не стоять в пробках. Если мы говорим о маршруте Гродно-Волковыск, они выезжают напрямую. Все ждут, перевозчики в первую очередь, ждут открытия моста, что позволит максимально сократить время. Билетные кассы и зал ожидания на 24 посадочных места – все для комфортной поездки пассажиров. К слову, здесь можно забронировать и выкупить в течение суток билеты в любую точку мира. Кассы работают с 8 утра до 9 вечера. У специалистов терминала будет доступ ко многим международным системам бронирования, что даст возможность помочь пассажиру добраться до любого города Европы. Это на самом деле уникальный проект, потому что впервые в Республике Беларусь совпало два направления. Первое – это торгово-развлекательный комплекс. Один из самых лучших в Беларуси – это торгово-развлекательный комплекс «Тринити». И вместе с ним – это пассажирский терминал. То есть мы получили на сегодняшний момент два в одном. То есть любой житель, любой гость нашего замечательного города может приехать к нам с любой точки Беларуси и попасть в торгово-развлекательный комплекс. Уже несколько сотен пассажиров воспользовались новой отправной точкой в Гродно. Пока отсюда уехать можно только в другие города региона и страны. Но в планах, когда границы вновь будут открыты, наладить комфортное перемещение за пределы Беларуси. Конечно, на очереди близлежащие Польша и Литва. Тогда же изменится график работы КАЗ. А сейчас ведутся переговоры о сотрудничестве с крупнейшими международными автобусными компаниями. Яна Миличенко, Виталий Рубанов, Новости, Гродно+. Гродинский драмтеатр 27 и 28 марта приглашает на премьеру спектакля «Смерть Тарелкина» по одноименному произведению Александра Сухого Кобылина. Пьеса из трилогии картины прошедшего была написана более 150 лет назад. Такого рода спектаклей, говорит режиссер постановщик Сергей Искевич, в драматическом театре еще не ставили. Работа над постановкой велась с декабря прошлого года. Пьеса события, как описывают создатели, расскажет об отчаянном авантюристе Тарелкине, который, желая скрыться от кредиторов, инсценирует свою смерть и присваивает себе личность своего умершего соседа. Исполнитель роли Тарелкина Александр Калагриф для того, чтобы прочувствовать его персонажа, обратился к зарубежному опыту и в результате нашел немало сходств у своей роли с персонажами американских криминальных драм. Создатели уверяют, что зритель невооруженным глазом увидит разительное отличие от оригинального произведения автора Сухого Кобылина. Изменения претерпели и декорации. Минимальное количество деталей будет приковывать внимание зрителя только к главному объекту действия – чучелу. Невероятные комичные события, которые развернутся на сцене, запустят целую череду событий с подменой личностей и расследованием дела об упырях и вурдалаках. Но за этими загадочными и местами пугающими событиями скрываются общечеловеческие постулаты о совести, справедливости и нравственности. Если озадачиться конкретно историей создания этой пьесы, она кровью потом самому автору далась, поэтому мне было интересно. Я впервые, когда ее увидел, я сразу в ней почувствовал большой потенциал. А такого плана спектаклей в репертуарах, они вообще редко бывают, и хорошо, что он у нас будет, он у нас появится. Для того, это все сделано, если говорить о зрителе, о выгоде какой-то несомненно, это все сделано в сторону разнообразия. Я считаю, что спектакли должны быть разноплановыми, не только по жанру, но и по решению. Премьера спектакля запланирована на 27 марта. Дата выбрана не случайно, это Международный день театра. И по традиции во многих театрах для зрителей устраивают либо так называемые капустники, либо готовят премьерные постановки. Кукольники в этот день покажут спектакль «Ванильное мороженое с лимоном». Это современная атмосферная и символичная интерпретация знаменитого произведения Рея Брэдбери «Вино из одуванчиков». Этот спектакль также является новинкой нынешнего театрального сезона. В культурном центре «Фестивальный» стартовал недельный арт-фест, который включил в себя выставку инновационного технического творчества и интерактивную концертную площадку, где выступят гродинские солисты. 2021 год объявлен Годом народного единства. И бесспорно, истина то, что искусство и творчество – это сильный объединяющий фактор. Поэтому идея совместить уникальные экспонаты технического творчества, серии концертов и презентаций нашла своих сторонников и была воплощена в арт-фесте «Искусство единства». Целую неделю в фестивальном будут проходить концерты как совсем юных талантов города, так и уже популярных эстрадных студий Гродно. Завершится праздник 30 марта днем ремесленника, на котором педагоги Гродненского центра технического творчества дадут мастер-классы по созданию изделий к главному празднику христиан – Пасхе. Мы пытаемся объединять все и всех под крылом творчества, под крылом общения. Поэтому в этом году мы подошли немножко нетрадиционно к организации и создали, в общем, такой арт-фест. В рамках этого арт-феста выставка инновационного технического творчества, а также очень много разных концертов, презентаций, мастер-классов именно к Пасхе. Есть много разных планов, но поскольку территориально мы немножко ущемлены в этом плане, есть планы вынести это все на открытые площадки. И как только будет теплая погода, мы надеемся, даже в это воскресенье будет теплая погода, и мы выйдем за рамки наших стен на улицу и будем радовать даже прохожих. Со всей Гродненской области для выставки технического творчества было собрано более 150 разноплановых разработок. Это и целые проекты, созданные руками учащихся, и отдельные работы сотрудников сферы образования нашего региона. Развитие технологий, как известно, не стоит на месте и становится более доступным как для производства, так и применения. Созданные руками детей изобретения в сфере машинопроизводства сделаны из подручных материалов. В этих работах многие ненужные ранние вещи обрели вторую жизнь. С каждым годом уровень экспонатов добавляет какие-то новые элементы, новаторские, интересные моменты. Благодаря профессионализму педагогов системы образования в данных залах представлено творение рук учащихся системы образования области. Самые лучшие экспонаты в рамках областной выставки будут представлены на республиканской выставке инновационного и технического творчества. Для многих участников выставка в культурном центре фестивальны стала творческим дебютом. Ежегодно организаторы мероприятия открывают новые таланты и дают им возможность заявить о себе. Ребята быстро учатся, превосходят своих наставников и поэтому уже сами способны многому их научить. А убедиться в этом можно, посетив выставку технического творчества в фестивальном до 30 марта. Скоро у школьников наступят весенние каникулы и пока ребята стараются закончить самую длинную четверть в году на хорошие оценки, в центрах творчества планируют работу кружков по интересам в период отдыха. К слову, широкий спектр работающих секций, картинг, клуб юного фотографа и даже ракета моделирования. Все это доступно для ребят в любое удобное для них время. Чем можно будет заняться гродненским школьником в самые короткие каникулы учебного года узнавала наша съемочная группа. Любые каникулы для школьника – настоящий праздник. И не только из-за возможности подольше поспать. В период отдыха от уроков ребята больше времени могут уделять любимым занятиям – музыке, спорту, фотографии или живописи. Одним словом, всему тому, что по-настоящему приносит удовольствие. Например, Маргарита Хомбок тоже весенних каникул ждет с нетерпением. Уже два года она занимается художественной лепкой и в любое свободное время старается уделить этому занятию как можно больше внимания. Очень нравится лепить из разных материалов. И они тут меняются три раза. А первый раз – это тесто соленое, второй раз – это глина для лепки специальные. Мне не лень, потому что в школе бывают такие уроки, которые скучно. Ну, типа просто сидишь, сидишь, там и время очень долго проходит. А вот на таких, как труд и зо для меня, просто время за пять минут пролетает. Впрочем, заниматься в кружках по интересам до или после учебы ребятам не в тягость. В центрах творчества для юных гродницев созданы все условия для комфортного отдыха. К слову, полезен такой досуг и для общего развития детей. В спортивных секциях они тренируют выносливость и терпение, в игре на музыкальных инструментах – усидчивость. А вот в кружке по художественной лепке развивают творческое мышление. На лепке развивается глазомер, общая ручная умелость, дети становятся более умелыми, улучшается почерк, развивается глазомер, цветовую гамму дети учатся подбирать. То есть они обучаются основам цветоведения, основам композиции. И в завершении учебного года даже одного. Дети совершенно по-другому по сравнению с началом учебного года выполняют работу. Они более интересные, у них более какие-то мелкие детальки появляются, декоративные. Посещать центры дополнительного образования ребята могут с 8 утра и вплоть до глубокого вечера. По словам педагогов, как правило, большое количество учащихся приходит либо до полудня, либо уже после двух-трех часов дня. Удивляет и разнообразие секций, представленных в учреждениях дополнительного образования. Например, во Дворце творчества детей и молодежи работают более 250 объединений по интересам. А в Центре творчества промень порядка 160. В каникулярный период ребята продолжат заниматься в своих любимых кружках и секциях. Единственное, что может для них измениться – это расписание занятий. Те, кто ходил в первую смену, например, на 9 часов утра, теперь будут приходить в 10 или 11. Все для того, чтобы в каникулы ребята смогли не только заняться любимым делом, но еще и хорошенько выспаться. Однако, надо сказать, к ранним подъемам многие ребята уже привыкли. Чего не сделаешь ради любимого хобби. Первый год, когда ты будешь ходить на 8 часов утра на тренировку, ты будешь уставать. Потом, со второго года тебе будет чуть легче, чуть легче. Ну, потом ты просто привыкаешь. Я на каникулах первый месяц просто сам по себе просыпаюсь летний, ну, на 8. Я хочу посвятиться этому, постараться всю жизнь. К слову, любые каникулы – это возможность объединений по интересам разнообразить свою программу обучения. Например, в Центре творчества детей и молодежи «Промень» будут организованы тематические дни, а также спортивно-игровые площадки на свежем воздухе, если, конечно, такую роскошь позволит погода. Педагоги секции по плаванию во Дворце творчества уже тоже придумали, как сделать этот период отдыха наиболее занимательным для ребят. Во время каникул мы всегда проводим такие сводные тренировки, и детки, которые занимаются в разные смены, могут посещать их одновременно. И вот эти дети, так как они занимаются несколько лет, они меняются сменами, меняется коллектив, они, естественно, ждут встретиться со старыми своими друзьями, посоревноваться, попробовать себя в силах, кто кого перегонит, кто лучше занимался, кто хуже. Помимо привычной работы секции и тематических мероприятий, во Дворце творчества детей и молодежи в период каникулы будет организована дополнительная работа. Особенностью нашего бассейна является то, что есть возможность заниматься деткам с ограниченными физическими возможностями. Поэтому на каникулярный период мы запланировали такой специальный семинар с участием преподавателя по адаптации детей с расстройствами аутического спектра. И ведется сегодня запись, будут проведены занятия для мам и пап, которые воспитывают таких деток. Цель – научить посещать такие спортивные объекты, оздоравливать своих детей, ну и проводить свободное время. К слову, бассейн во Дворце творчества детей и молодежи является одним из самых новых и востребованных в городе. Секцией по плаванию в эти дни занимается порядка 600 человек. Примечательно и то, что школьники могут посещать объединения по интересам совершенно бесплатно. А пройти подобное занятие и начать посещать кружок можно даже без предварительной записи. Тем более, что все это находится в шаговой доступности. Филиалы центров творчества детей и молодежи расположены по всему городу. Анна Соловей, Виталий Рубанов. Новости Гродно+. Встречаем Международный день театра вместе. 27 и 28 марта в Драматическом театре состоится премьера спектакля «Смерть Тарелкина». Это комедия о человеческой жадности, скрытности, нездоровом авантюризме. Тем не менее, за потоком сатирической одиссеи скрываются важные общечеловеческие постулаты о совести, справедливости, нравственности. Не пропустите премьеру спектакля «Смерть Тарелкина» 27 и 28 марта на сцене Драматическом театре. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте grodnoplus.tv.by. Ну а я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова